В эфире программа «Лицом к лицу» и ее ведущий Евгений Огарков. Здравствуйте. Разорванная дружба, а расторгнуть договор о дружбе между Украиной и Россией поручил президент Петр Порошенко. Он подписал указ, которым вводит в действие соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны. Об этом сообщается на сайте главы государства. До 30 сентября Россия будет проинформирована об этом нотой МИД. А Петр Порошенко внесет в Верховную Раду соответствующий законопроект. Также об этом решении уведомят все международные организации, включая ООН. Что даст Украине разрыв документа о так называемой дружбе с Россией? Об этом и не только будем сегодня говорить с нашей гостьей. Это политолог и кандидат политических наук Олеся Яхно. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Я для начала бы хотел зачитать реакцию России на этот разрыв договора. Что считают у них там, так вот, цитирую, исходим из того, что народом России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы. Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками. Прекрасное заявление, как по мне. Что вы думаете о их реакции? Их задело наше решение о разрыве дружественных отношений? Во-первых, я кратко, если можно, по самой сути ситуации. 30 сентября действительно истекает срок, когда Украина, либо это могла быть Российская Федерация, то есть одна из сторон подписантов этого документа, может высказать свою позицию относительно дальнейшей пролонгации на 10 лет или непролонгации этого документа. Украина, соответственно, такую позицию высказала, поэтому дальше, исходя из нашей позиции, этот договор не может быть далее пролонгирован еще на 10 лет. Теперь, что касается позиции Российской Федерации. Ну, действительно, на каком-то этапе, ну вот, когда задают вопросы, почему только сейчас, почему не раньше, почему Украина только сейчас делает такие шаги. Может быть, Россия там года три назад или два с половиной ждала, пока Украина начнет этот процесс, когда был действительно риск и было непонятно, как дальше и насколько готова Российская Федерация зайти в своей военной агрессии. И, возможно, тогда бы Россия это восприняла как, ну, такой определенный повод или там псевдоповод для того, чтобы эти военные действия в том числе активизировать. Сейчас понятно, почему Россия так аргументирует. И, собственно, вся ее эта позиция должна быть обращена к самой Российской Федерации, потому что действительно исторически, как соседи, да, вот Украина и Россия, по идее, конечно, должны иметь добрососедские, взаимовыгодные, взаимоуважительные отношения. Но то, что эти отношения находятся сейчас в стадии войны России против Украины, это надо задать вопрос Российской Федерации. И этим же договором Россия нам гарантировала целостность границ наших, да? Как и Будапештским меморандумом. Абсолютно, да. Поэтому то, что Россия перешла из возможности действительно добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества к формату войны, и то, что эта ответственность лежит именно на российской власти, это нужно задавать Российской Федерации. Зачем они решили в 2014 году аннексировать Крым и начать войну на Донбассе? Ну, а что касается нас, я считаю, что действительно в перспективе, во всяком случае, ближнесрочной и среднесрочной Украина и Россия неизбежно будут отдаляться. Это связано и войной, которая продолжается, это связано разными политическими системами и системой ценностей, куда движется Украина и куда движется Россия. Она движется к статусу страны, которая находится в изоляции, опять же, как итог добровольной политики и курса действующей российской власти. Поэтому, поскольку мы становимся более смелее и, скажем, более целостнее и более логичнее в том, какие решения мы проводим внутри и на что мы хотим и претендуем, я имею в виду поддержку внешнюю, то вполне логично, что мы становимся смелее. И с учетом того, что мы подали уже иски в Международный суд ООН, это иски по двум конвенциям, по расовой дискриминации, это касается Донбасса, поддержки терроризма и по морскому праву, это касается Крыма. И то, что наш МИД исчерпал, так как и предполагает международное право, чего в свое время не сделала Грузия, это досудебный процесс, ну, скажем, такого урегулирования, когда МИД обменивается нотами, когда мы пытаемся исчерпать все досудебные механизмы и когда это не работает, мы потом обращаемся с иском в суд. Поэтому сейчас, когда у нас и на внутреннем законодательстве Россия указана страной-агрессором, когда мы исчерпали и вот эта нотная переписка, кстати, насколько я понимаю, она ляжет тоже в основе тех документов, которые поданы в суд. Потому что я вот, почему это важно? У Грузии в 2008 году не принял даже к рассмотрению иск, потому что не был исчерпан вот этот досудебный механизм возможного урегулирования конфликта между Грузией и Российской Федерацией. Поэтому мы со своей стороны сделали все шаги. Мы на законодательном уровне определили Россию страной-агрессором. Мы четко задекларировали наш курс и сейчас готовится, президент хочет подать изменения в Конституции инициативы, где будет прописана европейская евроатлантическая интеграция. И в этом смысле, если Россия никак не реагирует, и мы видим, что это гибридное поведение, оно только усиливается, причем не только по отношению к Украине, а вообще во всем мире, ну вы только вдумайтесь, если США могут принять, я сейчас говорю о втором пакете санкций, закон, где Россия будет указана спонсором терроризма, то ну как бы Россия свое гибридный этот курс, она только его усиливает. Поэтому, конечно, мы не можем сейчас пролонгировать этот договор на 10 лет. И поэтому мы вот столько лет его не разрывали. То есть то, о чем заявлял Климкин, в частности, что вот мы не останавливали действие договора только потому, что он на нас работал во всех международных судебных процессах. То есть это получается, ну мы как бы, наше государство осознавало, что нужно, как бы, да, сделать это действие. Но при этом мы оттягивали, потому что вот нужно было завершить те процессы, о которых вы только что сказали, да? Я думаю, это была одна из очень существенных и важных причин. Вторая причина – это то, что действительно, согласно международного права, непродление договора и его денонсация – это все-таки разные процедуры. И мы не знаем, как бы эта процедура, да, денонсации, как бы она тогда воспринималась Российской Федерацией, ну юридически это разные тоже процедуры. Ну и в-третьих, мне кажется, в целом, вы знаете, ситуация там два года назад, например, и сейчас по отношению к Российской Федерации, она кардинально разная в мире в целом. Потому что если еще там два или три года назад на стадии начальной военной агрессии, Запад думал, что переговоры просто, да, вот какой-то параллельный процесс политических изменений, там мы же помним, что были внесены изменения в Конституцию в первом чтении. Мы помним, что был принят закон о особенностях самоуправления в отдельных регионах Донецка и Луганской областей. Просто он не работает, но не по вине Украины, а по вине Российской Федерации. И Запад, возможно, был в иллюзиях, да, что не надо идти на там усиление или ужесточение санкций по отношению к России, потому что, возможно, Российская Федерация поменяет свой курс. Но, как видим, этого не происходит. Соответственно, это позволяет, ну, как бы, да, вот более четко понимать, что там ближайшие, я не знаю, там 10-20 лет Россия будет идти по пути изоляционизма, и нельзя ожидать или нет никаких предпосылок считать, что она может поменять свое отношение и к Украине, и к другим государствам. Поэтому, конечно, бессмысленно, да, продлевать сейчас этот договор, что уже стало понятно, в какую сторону двигается Россия. И поскольку мы действительно завершили ряд юридических процедур, сейчас эти иски поданы, они были поданы, если не ошибаюсь, в июне этого года, там очень, там, по-моему, 27 тысяч страниц, там 9 томов доказательств по этим двум искам. Поскольку мы завершили эти юридические процедуры, в этом году на законодательном уровне мы приняли закон, где Россия указана как страна-агрессор, территория оккупированная Российской Федерации. Поэтому, конечно, логика и наша внутренняя, и та логика, которая складывается сегодня в мире по отношению к России, ну, она просто абсолютно нелогично будет выглядеть и бессмысленно, если мы будем продлевать сейчас этот договор. Скажите, вы сказали о том, что все равно там отношения наших стран, хочешь не хочешь, они будут отдаляться, ну, охладевать, скажем так. Но если поменяется вот через, у нас скоро выборы, если поменяется власть, и вы понимаете, о ком я намеки говорю, если придет к власти определенные люди, которые выступают за сближение и за сохранение отношений с Россией. А повлияет ли это как-то, ну, может ли это снова нас попытаться как-то сблизить? Да, я считаю, что это последний шанс для Российской Федерации. Она рассматривает выборы, как президентские, так и парламентские, как возможность действительно не просто поменять ситуацию, связанную с Украиной, вернуть какому-то статус-кво, а в целом ситуацию отношения к России в мире. И я, как человек, который отслеживает активно информационное пространство Российской Федерации, там некоторые политики, эксперты, и не скрывают, они говорят, что снять санкции с Российской Федерации, изменить отношения, они имеют в виду суды, в том числе по сбитому Боингу МН-17, можно только через Украину. И это дешевле, и это проще. Надо поддерживать те политические силы, которые они считают дружественными по отношению к России. Если представить, что действительно придут политические силы-реваншисты, они могут сами инициировать снятие санкций. И тогда в мире действительно это будет странно выглядеть, когда, условно говоря, политики, эти реваншисты будут выступать за то, чтобы снять санкции с Россией, за то, чтобы пойти де-факто на капитуляцию, приняв условия России по Донбассу. Вы понимаете, народ не даст им это сделать? Да, мы это понимаем. Но, наверное, Российская Федерация и те политики, которых по их взглядам, и их иногда один в один совпадающим словами, которые они говорят и которые звучат официально в России, наверное, они этого не понимают. Хорошо. Еще один пункт, который я хотел бы успеть с вами обсудить. Это Климкин анонсировал прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря для Украины и России. Здесь почему мы затягиваем этот процесс? Или его уже тоже, ну там тоже есть какие-то юридические нюансы, которые стоит учесть перед разорванием этого договора? Я думаю, что это действительно очень сложная ситуация, которая касается Азова. Потому что действительно тот закон, который есть, он позволяет довольно, ну скажем, фривольно Российской Федерации трактовать вот этот статус с внутреннего моря, который могут пользоваться и Украина, и Россия. Мы видим, что Россия этим злоупотребляет. Ну, мы всегда говорим, когда мы там задаем вопрос, почему так медленно, мы всегда задаем вопрос, а какая может быть альтернатива этому решению. Понятно, что ситуация, которая есть, она никого не устраивает. Но мы всегда говорим, отказавшись от или выйдя с того или винного договора, какая может быть альтернатива. Этот же, кстати, всегда вопрос звучит по отношению к предложению отдельных политиков, там скажем, разорвать дипломатические отношения полностью. Когда мы говорим, что у нас де-факто их нет фактически, там они поддерживаются просто на уровне 0,1, с учетом того, что в России есть много украинских граждан и тех, которые, и политзаключенные, и просто которые там ездят, работают. Поэтому мы не можем разрывать, потому что это может быть во вред самой Украины. То здесь, мне кажется, по Азову, мы знаем, что было заседание Совета национальной безопасности обороны. Мы знаем, что не все, там часть решений была озвучена, часть нет. И это правильно, что это, наверное, ну, все-таки там секретная информация. Но поскольку там есть разные риски, военные, экономические, гуманитарные и так далее, мне кажется, что здесь с учетом всех этих рисков, да, только тогда должно приниматься, ну, такая инициатива. Наверное, если она звучит, наверное, уже, ну, как бы какая-то альтернатива, она, во всяком случае, продумали, просчитали. Хорошо, еще один вопрос, и будем завершать. Анонсировали рассмотрение Верховной Радой вопроса касаемо курса Украины в НАТО и ЕС. Как считаете, есть ли у нас сейчас какие-то препятствия, я имею в виду в том плане, что может ли кто-то во время голосования вставлять палки в колеса на пути к голосованию? И что это даст Украине? Вот только коротко. Вообще вот это голосование. Это голосование будет действительно определенным тестом для политиков, которые очень часто используют патриотическую риторику. На словах они как бы за, они там осуждают Россию на словах, они за евроатлантическую интеграцию, а на деле иногда их реальные голосования или их реальные действия очень часто расходятся. Поэтому это будет таким тестом. Мне кажется, 226 голосов в первом чтении будет легко, как бы, да, получить с учетом той поддержки, которая есть, 300, будет гораздо сложнее. Но для Украины действительно это очень важно. Может быть раньше, там с точки зрения конституционного права, ну там допустим я даже, да, я бы там думала, стоит или не стоит это фиксировать в Конституции. Но на данный момент, с учетом действительно риска в реванше и того, что есть даже те политики, которые публично и в парламенте, и вне парламента, они действительно говорят о том, что войну закончить может только почему-то Украина, а не Россия. Как будто это не Россия, а Украина начала войну. То есть они озвучивают откровенно реваншистские лозунги. По сути, это то же самое, что Путин в виде войска, только просто завуалировано под мирную риторику и готовность абсолютно капитулировать под любые условия России. Поэтому с учетом таких рисков, конечно, если бы это было зафиксировано в Конституции, то это бы упредило от возможного пересмотра курса, потому что это требовало бы дальше 300 голосов, чтобы, допустим, отменить эту норму. Поэтому на данный исторический момент это важно, на мой взгляд. Спасибо большое, Олеся, за такой глубокий анализ. Гостем программы «Лицом к лицу» была политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно. Я, Евгений Агарков, прощаюсь с вами до следующего эфира на телеканале H.U.A. TV.